Рекламная кампания будущего релиза это очень важный момент, ведь во многом именно от нее зависит, насколько успешной на старте будет пластинка. Особенно хорошо, когда рекламщикам удается создать вокруг будущего дропа орел таинственности. Фанаты начинают разгадывать загадки и строить свои теории, а это резко повышает интерес к будущей работе. В этом ролике мы собрали примеры альбомов, вокруг выхода которых удалось создать настоящую тайну, а также те релизы, которые прямо сейчас могут тизериться при помощи подобного приема. С вами канал убивая BPM. Мы начинаем, поехали! Моргенштерн, третий альбом. Да-да, сразу после выхода двух пластинок из серии Миллион Доллар мы строили теорию о том, что Алишер вот-вот выпустит и третью часть. Но время шло, а релиза все не было. Однако намеки на то, что подобное может произойти, никуда не делись. Сейчас, как вы знаете, Моргенштерн пропал из соцсетей. В нашем новостном ролике мы говорили о том, что связанное это исчезновение может быть с тем, что против него прямо сейчас начинают вести свою игру люди из большой политики. Но вполне может быть то, что Моргенштерн пропал ради чего-то другого, например, ради дропа нового клипа. Вольно давно все ожидают финальный клип из серии видеоработ по альбомам Миллион Доллар. Но при чем же тот третий альбом? Давайте быстренько вспомним, какой сюжет был в клипах Алишера. Начнем, конечно, с клипа на трек-шоу, который вышел самым первым. Помимо написанного на выходе в цирк название Миллион Доллар Хэппинес, мы можем в целом оценить всю постановку. Действие разворачивается на арене странствующего цирка, на какой-то ярмарке в конце 19-го или начало 20-го века. Наиболее интересной для нас является та сцена, где Алишер в образе клоуна выходит в самый центр цирка. Этот же образ он отобразит и на обложке своего альбома, что окончательно замыкает композицию. Алишером выстреливают из огромной пушки, что вообще является отсылкой к произведению Жюля Верна. Но куда интереснее то место, где рэпер принесет Моргенштерна шоу. В новом ролике исполнитель перевоплощается из артиста цирка в наркобарона, используя отсылки к образу Пабло Эскобара. Местом действия клипа по сюжету стал город Сьёдет Хуарес в Мексике, который мексиканские неправительственные организации назвали самым криминогенным городом мира в 2009 году. Алишер повествует нам о непростой жизни наркобарона, где приходится иметь дело с опасными людьми мексиканской наружности. К слову, в кадре мы видим знаменитый Кадиллак Алишера, который стал уже самостоятельным мемом. Он появляется также в клипах по Сосе и, собственно, Кадиллак. В этих кадрах мы видим, как Алишер выходит из здания, на котором нанесен логотип от Latic Records Russia. На плече у него довольно большой груз белого цвета, внутри которого, как мы узнаем далее из клипа, будут не только наркотики, но еще и релиз Алишера в виде виниловой пластинки. Но перейдем к концу клипа Пабло. Нам нужно еще. Алишер берет сумку наличных, заработанных с продажей кокаина и своей пластинки, и улетает на вертолете, дабы очутиться в клипе О-Ла-Ла, в первой экранизации трека с «Миллион доллар бизнес». Карли. Персонаж-летчик из фильма «Горячие головы» в исполнении Чарли Шина. И, наконец, с самого края сидит Кристофер Молтисенти. Вымышленный персонаж – один из главных героев криминального драматического телесериала «Клан Сопрано». В общем, неплохие отсылки к популярной культуре. Нужно отметить, что уже в этом клипе фанаты находили намеки на третий релиз. Например, по их мнению, номера на майках баскетболистов говорили о том, что альбом «Железно» выйдет с 11 на 12 июня, но тогда их прогнозы не оправдались. Далее был клип «Аристократ», где Моргенштерн сменил образ баскетбольного магната на образ дворянина, прямиком из 19 века. Затем видеоработа номинала, которая резко перебрасывала нас в мир антиутопичного будущего. Там Алишер при помощи своих клонов обманул полицию и уехал на Макларене прямиком в клип Динера. Клип Динера – это на сегодняшний день последняя экранизация серии «Миллион доллар». В клипе Алишер и Диллара занимаются грабежом, а также поиском драгоценностей. Все думали, что здесь будет уместно закончить серию клипов экранизации трека «Я когда-нибудь уйду». Возможно, это действительно будет так, но почему клип еще не вышел? Сам Алишер говорил, что ему нужны кадры с его свадьбы с Дилларой, которая прошла практически месяц назад. Кадры уже были отсняты, но работы все еще нет. В сети начали ходить теории, что Моргенштерм прямо сейчас готовит к выпуску не только клип на трек «Я когда-нибудь уйду», но еще и не вышедший трек «Дядя-мальчик», сниппет которого в сети гуляет уже достаточно давно. Кадры со свадьбы Алишеру нужны сразу для двух клипов, поэтому выпуск так затягивается по времени. К слову, вот так выглядели те самые кадры со свадьбы. Трек и клип «Дядя-мальчик» могут стать новой странцией в творчестве Алишера, проще говоря, намеком на третий альбом. К слову, говорят, что на фите может оказаться рэпер Пинк. В общем, напишите, что вы думаете по поводу этой теории в комментариях, а мы идем дальше. «Оксимирон» — новый альбом. «Мирон» молчит уже достаточно давно. Новых треков нет, нет даже новых куплетов на совместных треках. Чего уж тут говорить об альбомах. «Горгород» вышел шесть лет назад, а это очень серьезный срок. Но, возможно, «Мирон» все-таки что-то задумал. 11 января на «Джиниусе» появилась страница нового альбома «Оксимирона Амо» с трек-листом. Там 13 треков, фиты с «Нойзом Си», «Маркулом», «ЛСП» и другими ребятами. Страницы каких-то песен появились аж в ноябре 2020 года. Возможной датой выхода было указано 1 февраля. В 2019 году Борис Гребенщиков рассказывал, что обсуждал с «Мироном» возможность фита. На «Джиниусе» совместкой их называется «Пятиугольный грех». Такое же название было у альбома сайт проекта группы Гребенщикова. В трек-листе также есть фит с малоизвестным артистом Элой Астро. В группе ВК у него тогда было меньше 500 подписчиков. Была одна песня «Вальс» и совместная фотография с «Эксимироном». В январе прошлого года Мирон запостил с ним ролик и написал «Подошел человек по имени Илья, попросил спеть свое». На мой вопрос, где его найти, ответил, что соцсети он не ведет. Зато наглядно показал, что такое сторитейлинг. Конечно, 1 февраля никакого релиза не вышло, да и фит с ЛСП, указанный в трек-листе, намекал на то, что это фейк. Но слухи о пластинке поползли, и если до этого Мирон хоть как-то появлялся в сайт-итях, то после такого события он полностью пропал. Новости о нем сейчас выходят только в контексте того, что активно он снимается в кино. Скоро выйдет фильм «Ампер-В», где мы сможем посмотреть на Яновича. За их пределами можно спрятать целый мир. Что ж, остается только надеяться, что все это – часть тайного плана Оксимирона, который все-таки подарит нам новую музыку. Eminem, Marshall, Matrix LP3. Ходят слухи, что Эм закончил работу над альбомом с сюрпризом, и что он может выйти уже 1 октября. Теория строится на подсказках и намеках, которые активная фан-база Маршалла обнаружила в соцсетях рэпера и людей, с которыми он сотрудничает. Сначала Фред Райк, продюсер лейбла, автор Меф. Он запостил сториз с текстом «Грядет буря», а следом рисунок дома, который очень похож на тот, где прошло детство Маршалла Мэттерса. Этот же дом в этом же ракурсе был изображен на облушках первых двух частей Маршалл Мэттерс LP. Дальше Фред Райк запостил в твиттере фотографию с видом из окна. Оно было сделано в огромном разрешении, и онлайн-детективы смогли приблизить его и рассмотреть на стене одного из зданий номер дома 1001. Люди решили, что это и есть дата выхода потенциального релиза. 1 октября. К тому же в этом году она припадает на пятницу. Тот самый день, когда на стриминг-сервисах, как правило, появляются новые альбомы. Певица Скайлер Грей, которая много работала с рэпером, тоже привлекла внимание к этой дате. «Это был адовый месяц, но я уже вижу свет в конце. Не могу дождаться 1 октября. Отметьте дату в своем календаре», — написала она в твиттере. В сети уже мелькала информация о том, что Эминем работает над новой музыкой. В сентябре менеджер рэпера Мози сообщил, что его артист запишет фит с Маршаллом и Пола Джи. Но на этом загадки не кончаются. На следующей неделе в Детройте открывается закусочная «Мам Спагетти» и ее владелец Эминем. Название — это отсылка к строчкам из песни «Lose Yourself», тем самым, где герой перед выходом на сцену так сильно переживает, что его тошнит, и к одежде прилипают остатки маминого спагетти. В заведении будут подавать мидболы, пасту и сэндвичи. Там же будет функционировать и магазин мерча под названием «Трейлер». На местном телевидении уже вышла реклама об открытии этого заведения. Есть предположение, что открытие закусочной в Детройте — это часть промо нового альбома. На логотипе присутствует надпись «Момс», аллюзия на ММДМ с первой псевдонимом и Немой по совместительству его инициалы, а также вилка с тремя зубцами. Обычная вилка, если что, имеет 4 зубца, а 3 имеет вилка для торта или десерта, что не подходит для поедания спагетти. Если сопоставить инициалы и количество зубцов, то вместе получаем ММ3 или же Marshall Matters 3. Менеджер Аминема поделился статьей о скором открытии ресторана «Мамины спагетти». Также теперь и сам Баладжи заявляет о том, что октябрь будет ураганным и огненным. В общем, если это действительно промо-компания будущего альбома, то она по-настоящему гениальная. Drake Certified Lover Boy Теперь давайте поговорим о вышедших альбомах. 28 августа в эфире спортивного телеканала ESPN появилась короткая промо-альбома, который Дрейк неоднократно переносил. Однако фанаты не понимают, был ли это взаправду анонс пластинки, потому что больше это было похоже на хакерскую атаку. Реклама бейсбола прервалась на случайные кадры низкого качества, на которых можно разглядеть силуэт мужчины. В руках неизвестный держит картонку, на которой от руки написано CLB 3 сентября. Ставка длилась всего несколько секунд, после чего в эфир вернулись спортивные события. В твиттере появилась запись с извинениями перед зрителями, что еще больше вводило в путаницу. Был ли этот анонс запланирован? Неполадки объяснили техническими сложностями, позже оказалось, что это часть промо-компании. Но на этом Дризи не остановился. В городах, откуда родом артисты, которые поучаствовали в записи релиза, появились лаконичные черные билборды с надписями в стиле «Эй, Калифорния!» Тайдола появится на CLB. Благодаря такой необычной промо-системе, все узнали, что на фитах стоит ожидать Фьючера, Янг Тага, Лил Бэби, 21 Savage, Лил Диорка, Трэвиса Скотта, а также Джей-Зи. В сети сразу же написали, что нью-йоркский билборд с текстом «Величайший рэпер всех времен будет на CLB» намекает как раз на его участие. Вот такой вот список. Какие еще тайные промо-компании вы знаете? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале «Убиваю БПМ», меня зовут Дмитрий Толщенов, всем пока!